Радио 54 Первое. Областное радио Это экологичное, бережное отношение к природе Выполняя задания, они получают бонусы А бонусы можно потом обменять на призы А весь квест, получается, будет проходить в пределах ГПНТБ? Да, верно. На четырех этажах Что такое бот? Объясните, что это? Что такое бот? Бот – это такая программа В телефоне Как приложение Да, приложение в Телеграм-канале и в ВКонтакте И там, и там на выбор могут выбрать Школьники, мамочки Взрослые люди То есть аудитория совершенно разная И будет всем абсолютно интересно Для всех придуманы свои задания Которые они будут выполнять Они заходят, нажимают кнопочку старт И попадают в мир уже экологичного сознания А вы самостоятельно составляли квест? Либо у вас есть целая команда, которая трудилась над этим? У нас есть целая команда, которая над этим трудится Интернет-маркетологи, разработчики В том числе просто маркетологи И в первую очередь все-таки экологисты у нас Которые нам помогают и многое делают для нашего города Помимо нас То есть другие тоже объединились с нами Чтобы сделать здорово и действительно экологично Во время проведения фестиваля намечена даже такая социальная акция Вы хотите собрать подписи под петицией И выступить инициаторами установки экологичных сборов мусора на Михайловской набережной Да, раздельного сбора Назрело? Ну, везде назрело Везде в нашем городе должны стоять баки для раздельного сбора мусора А Михайловская набережная это вот с того, с чего нужно начать по-вашему? Да нет, не то, с чего нужно начать Нужно начать с инфраструктуры, скорее всего В нашем городе, для того, чтобы власти обратили внимание Что нам нужна помощь с их стороны Не только на набережной, но и по всему городу Для людей создать эту инфраструктуру, чтобы было удобно Удобно и доступно Просто, по нашему мнению, набережная это один из ярких объектов в нашем городе Со школы у меня точно началось Потому что мы с папой иногда вдвоем устраивали акции Во дворе или еще где-то Могли пойти, собрать мусор, например, убрать О раздельном, конечно, сборе тогда мысли еще не было Потому что это совсем в России было не развито Это уже пришло позже Это пришло у меня тогда, когда я начала организовывать большие субботники Акции «Чистый берег», которые уже собирают большое количество человек Ну, 200 и более Вот с тех пор я уже начала думать о том Что зачем мы собираем свалку в одном месте и перевозим ее в другую Когда по-хорошему эту свалку нужно просто убирать Да, но «Чистый берег» это известная довольно акция И она так к нам непосредственно относится Потому что, ну, куча водоемов, там, обе, да, и набережных Которые нужно убирать из года в год мы поднимаем этот вопрос Вообще как-то ситуация исправляется благодаря вашим усилиям? Исправляется То есть понимание уже есть? Понимание есть, людей больше подтягивается Становится больше волонтеров Больше поддержки информационной Что очень важно, потому что все начинается с головы В первую очередь мы должны информировать людей Повышать экологическое образование И тогда после что-то начнет меняться Моя история началась так же, как и у Ульяны, наверное, в детстве Потому что я проходила мимо и недоразумевала По какой причине взрослые могут позволить себе бросить конфетку Там, упаковку от конфетки на улице То есть во мне это вызывало такую бурю эмоций Что я не могла с этим справляться Я спокойно могла подойти Взять эту бумажку и сказать Вам сложно донести до мусорки? И люди стояли, не понимали, почему я задаю им этот вопрос Ну, там, восьмилетний ребенок Потом я переехала из уже квартиры в частный дом В частный сектор И вот тут история началась Знаете, когда ты живешь в частном секторе А у тебя в лесу очень много мусора Ой, неприятная ситуация, да То есть ты как бы живешь в зеленой зоне Но понимаешь, что это не зеленая зона И просто своими руками идешь и собираешь этот мусор Относишь его в мусорку И тут возникла идея А куда поедет этот мусор? А что потом с ним станет? И на фоне этого, вот в течение пяти лет Пока я устраивала там сама субботники В своем частном секторе Я постоянно размышляла над этой темой Что дальше? И это семя проросло Вот и выросло в такую идею Так что называется, довели Ну что, ну что же там говорите Да, довели И теперь хочется доносить сознание людей Что пора проснуться Пора брать ответственность за свои действия Давайте немного подробнее о вашей программе поговорим Так, которая нас ожидает на фестивале «Экологичный Новосибирск» Что можно ожидать вообще, с чем мы встретимся помимо этого квеста? Какими методами вы хотите донести до простых людей Вот то, о чем мы с вами говорим? Да, помимо квеста, как уже упомянули Который будет вовлекать и решать логистические вопросы нашего форума Мы разработали программу на четырех этажах На первом этаже будет проходить детская игровая Там могут посещать детки с трех лет до 12 В ГПНТБ существует такое правило, что до 12 лет детки выше первого этажа подниматься не могут Поэтому мы для них организовали на первом этаже пространство Также у нас будет проходить своп-дроп Это обмен вещами, которые люди уже поносили И стали они не нужны, но выкинуть еще не готовы Поэтому можно обменяться Также у нас будет обмен игрушками детскими И будет на первом этаже стоять контейнеры для раздельного как раз сбора отходов Это чтобы... Ну хотя бы попробуйте, да? Да Давайте потренируемся Соберите стекло, бумагу и принесите нам Еще и получите за это какие-то бонусы Ну и не только это Еще макулатуру, батарейки, старую технику будем принимать То есть это можно нести все на фестиваль прямо Крышечки, все можно приносить, все увезут на переработку Заберем Ой, здорово А вот скажите, мне просто интересно в порядке быта Допустим, у меня скопилось какое-то количество батареек Я их стараюсь, например, не выкидывать Но куда их в дальнейшем деть, я, честно признаюсь, не знаю Это тоже нюансы неинформативности, правильно? Да, конечно У нас на самом деле достаточно много таких пунктов приема уже И есть свой завод по переработке батареек Давайте, может быть, парочку назовем, чтобы люди имели представление В том числе и я, наконец-то Да, да, да Очень давно есть пункт приема в Меге В лентах, супермаркетах И в магазинах радиотехники принимают в том числе и лампочки И мы мимо них проходим И не всегда думаем, что нужно с собой батарейки захватить Вот в чем дело-то, да? Мы все понимаем, все слышим Но чего-то нам не хватает Цель – это как раз проинформировать людей о тех местах, что они у нас есть Что это несложно, что это вполне доступно Также у нас на форуме будет множество фотозон Будет развлекательная программа Будет необычный танец, который будет говорить нам об экологии То есть такие танцы есть? Даже танец специально поставит хореограф, который будет людям проникать в сознание Будут лекции, интересные встречи Очень много экспертов, экологистов, химиков Будет здорово Радио 54 Первое – областное радио